Доминус это многопользовательский шутер с видом сверху, отличительной особенностью которого является развитая система прокачки персонажа. При этом уровень очень сильно влияет на возможности персонажа, поэтому левелинг является неотъемлемой частью игрового процесса, как и лут. Нельзя не отметить большой выбор персонажей, каждый из которых обладает своими особенностями. Кто-то может поставить щит защищающий от бой, кто-то телепортироваться, а кто-то и вовсе использует роботов для атаки и защиты. Так что каждый игрок найдет персонажа для себя. Развитие персонажа и левелинг. У каждого персонажа есть набор с пассивным способностей, талантов, которые можно прокачивать по одному за повышение уровня. Максимальный уровень 9. Есть мнение, что существует несколько вариантов развития одного и того же персонажа, поэтому стоит продумать заранее, какие таланты и в каком порядке прокачивать. В игре есть два основных способа получения опыта. Это алтари, разбросанные по карте или убийство других игроков. Алтари представляют собой некие фонтаны, которые постепенно вам дают опыт вместо здоровья, пока не опустеют, со временем восстанавливаясь, пока в области нет игроков. Также у некоторых персонажей есть таланты на бонус получаемому опыту. Лут и система апгрейдов. После высадки игроки обыскивают дома в поисках лута, оружия, брони, аптечек и артефактов. В игре присутствует большой выбор разнообразного оружия, причем оружие отличается не только по своей убойной мощности, но и по неочевидным особенностям. Например, одна из пушек рикошетит от препятствий, а другая вовсе пробивает их насквозь. Броня бывает разных типов, например, в элитре. Тяжелая броня. Больше брони, меньше мобильности. Или полис. Более легкая, меньше брони и больше мобильности. У брони есть два слота. Это шлем и бронежилет. Если одеть шлем и бронежилет одного типа, то можно получить определенный сет бонус, зависящий от типа брони. Также в луте встречаются артефакты. Это предметы, дающие игроку различные пассивки. Например, с одним из артефактов игрок становится невидимым после трех секунд без движения, а с другим периодически восстанавливает щит. Каждый персонаж может носить до двух артефактов. В игре присутствуют апгрейды всех существующих видов оружия и брони. Всего возможны до четырех уровней улучшений. Для этого необходимо всего лишь найти тот же тип брони или оружия, которое у вас есть, и подобрать его. Будьте уверены, четвертый уровень значительно сильнее первого. Важным аспектом в любой игре является интерфейс, и эта игра не исключение. Все необходимые информации есть на экране. Здоровье и щит размещены на одной полоске. Слева здоровье, справа щит. Одетая броня чуть правее. Те самые два слота под артефакты. Пять слотов инвентаря. И мини карты, на которой изображены алтари опыта. И аирдроп посылка с особо ценным лутом. На этом все. Спасибо за просмотр видео, и не забывай совершенствовать себя и свои навыки.